Духовка разогрета 200 градусов, бекон, первым делом бекон, значит так, важно для того, чтобы это было и вкусно, и в то же время полезно для здоровья, насколько бекон может быть полезен для здоровья, ну, тем не менее, мы его отправляем сушиться не на сковородку, а на противень и в духовку. Если у тебя бекон не такой, как у меня, у меня вот бекон, видишь, без корочки, которая такая бывает, когда срезают, ну, сама знаешь, да, свиная как бы такая, то нужно ее обязательно срезать, чтобы она у тебя просто не хрустела, не мешала. Должно быть все очень нежно. Бекон как сыр, как сливки, как оливковое масло, ну, за исключением тех случаев, когда рецептура требует, ни в коем случае не кладите 4 столовые ложки оливкового масла, кладите только 3,5, иначе у вас все пропадет. Так вот, бекона нужно класть столько, сколько тебе хочется, и тогда это будет только вкусно, только тогда. Минут 10 займет при 200 градусах золочение бекона. Так, сыр сразу натрем на терке. Сыр на терке можно натереть на крупной, совсем не обязательно, чтобы это была мелкая терка, потому что он все равно у нас расплавится, и ничто ему в этом не помешает, поэтому сыра нужно где-то грамм 100. Ну, я еще раз повторяю, кому как нравится, у меня муж сходит с ума от золотистого зажаренного сыра из духовки. Я даже иногда делаю такие специальные крекеры, когда, знаешь, я просто натираю твердый сыр, кладу на бумагу для выпечки, отправляю в духовку, потом вынимаю, снимаю и даю их к супу. Ему суп уже не нужен, нужны просто крекеры. Какой сыр лучше всего так золотиться? Да любой сыр, мне кажется, главное, чтобы у него был сильный аромат. Так, квадратик. В принципе, такого квадратика достаточно на двоих. Главное взять какую-то посуду, которую можно поставить в духовку. Почему посуду? Потому что очень красиво. Поставить в духовку, вы можете сразу подавать, чтобы не перекладывать туда-сюда, понимаешь? И потом в посуде она сохраняется теплее. А ты хочешь такого яйца, я тогда сделала на троих. Да. О, ну, наш человек. Посуда. Нужно порезать на квадратики тесто. Чтобы каждый квадратик, видишь, как хорошо укладывается? Красота. Да, и не надо его обрезать кругленько, я считаю. Во-первых, мне нравится, что он такой неправильной формы, понимаешь, такой странный, да, как бы для... Во-вторых, мне очень нравится, что у него свисают края, это хрустящее тесто. Ну, вот это как раз то, что и тут и любят в нашем доме. Для начала я предлагаю. Это абсолютно тоже, как бы ты можешь решать, нужно тебе это или нет. Мы действительно дома очень любим, чтобы это было золотистое и поджаристое, и такое вот хрустящее. Поэтому, прежде чем добавляю сюда яйца и все остальное, я немножечко это тесто подзолочу. Я протыкаю вилкой, чтобы оно не вздулось. Так, теперь сделаю заправку из горчицы с сыром. Две столовые ложки горчицы, ну, из расчета на троих, сыр. Перемешиваю. Сюда можно добавить чесночка, сюда можно добавить тмина, сюда можно добавить свежих травок, сюда можно добавить шпината свежего. В общем, что угодно. И немножко сыра оставлю, буквально горточку, видишь, для того, чтобы сверху потом присыпать. А это раскладывается на дно. Так, пока у меня там жарится бекон, вынимаем бекон. Отправляем пироги. Вот теперь, в принципе, видишь, все схватилось. Даже уже есть маленькие уголки, которые стали золотиться. Это значит, самое время отправлять сюда горчицу с сыром. И готово теперь. Значит так, делаю сначала на два яйца. Выкладываю границу бекона. Раз. все сверху чуть-чуть сыра чуть-чуть потому что я не хочу чтобы был засыпан мой желточек я хочу чтобы они были такие у меня глазками смотрели ну и оставшийся бекончик тоже пригодится так солить перчить и добавлять какие-нибудь приправы будем после как только будет готово 200 градусов температура отправляем минут на я думаю 12 15 как только ну та готовность которая тебе нравится посмотри что творится творится даже не красота а по моему просто безумие как это прекрасно посмотри крупной солью есть еще одна гениальная добавка укроп который пахнет совершенно как свежий когда его добавляешь в горячее блюдо он ему такую насыщенности свежесть придает что просто по-моему улёт вот яйца готовы